Сырье поступает нам из мясокомбинатов, это макросоленые шкуры коров и быков. В основном это белорусское кожевенное сырье, то, которое производится на мясокомбинатах. Первоначально мы с ним работаем, сортируем по половому признаку, по весу каждой шкуры, комплектуем определенные партии, значит эти партии идут в процесс отмоки и заления. В старину залили золой, золой из печи, обезлашивали, но на настоящий момент мы используем современный химический материал. Первоначально, когда шкура скомплектована в партию, поступает в барабан, называется отмочно-зольный барабан, значит производится процесс отмоки, то есть шкура отмокает, приводится в состояние близкое к парному. После этого осуществляются другие процессы, в частности золения. Золение решает две проблемы. Первое, это удаляет ненужные белки, и второе, удаляет волос, который мешает в образовании кожи. После завершения золения осуществляется одна очень важная операция, это мездрение. Операция, это достаточно тяжелый физический труд, совершенный при помощи машины. Она удаляет подкожную жировую клетчатку и мездру, то есть те вещи, которые мешают в дальнейшем проникновению химматериалов в саму дерму кожи. Дерма, это у нас основной белок в дерме, это коллаген. Другие вспомогатели белки должны в процессе производства быть вымыты, и задача любого кожевеника, это задубить дерму изначально, чтобы дубителям связать волокна дермы. Галье, это так называется этот продукт, попадает в дубильный цех, где проводятся подготовительные операции к дублению. То есть проходят вопросы, связанные с обеззаливанием, то сначала мы сделали золение, потом должны излишки зольной жидкости удалить. Производится пикеливание, это раствор соли и кислоты. Подготовительные вопросы, потом мы дубим. Дубление есть неотвратимый процесс, который превращает шкуру в кожу за счет связывания неорганических минеральных соединений с белками кожи. В последующем, после того, как мы сделали дубление, шкура превратилась фактически в кожу. Почему? Потому что пункт номер один, значит, она не гниет. Пункт номер два, она выдерживает температуру не ниже, чем 100 градусов, и уже с ней в дальнейшем можно работать. По завершению процесса дубления и проведения механических операций, заданных на достижение нужной толщины, значит, производится процесс крошения жирования. В результате этого процесса кожа получает пункт номер один. Это четко, ярко выраженный цвет и плюс другие характеристики, которые нужны потребителю. Мягкость, эластичность. По завершению красильно-жировальных процессов кожа начинается обрабатываться исключительно на операциях. С нее выжимается влага, она разводится, сушится, увлажняется, обрезается ненужные элементы. Значит, при необходимости мы ее шлифуем, чтобы облагородить лицо, при необходимости даже где-то в каких-то местах шпаклюем. Мы стараемся повысить качество и привлекательность для своего клиента. После того, как мы покрасили, мы ее дефектуем, либо сортируем. После этого производим измерения, а у нас измерения на измерительных машинах и упаковываем в соответствии с требованиями заказчика для поставки ему на сторону. Средний производственный цикл производства кожи, чтобы было понимание от 24 до 26 рабочих дней. Какие интересные вещи могут проходить с кожей? Кожа очень любит, чтобы ее трогали руками. Поэтому, когда вы покупаете изделия из натуральной кожи, вы, несомненно, ощущаете, что оно теплое, а с искусственной кожей холодно. Это значит, знаете, это тепло наших рук, вложенное в эту кожу, потому что очень много работников работают с этой кожей. Редактор субтитров А.Семкин